Приветствую вас. Давайте мы с вами попробуем разобраться с тем, что вы написали. Месяц назад познакомилась с мужчиной, ставящим меня на 17 лет. Мы коллеги по работе. Мне 21, ему 38, у нас завязали соотношения. Здесь, на мой взгляд, нам нужно будет обязательно прояснить вот такой важный момент. Вы мужчину своего, скажем так, знаете по времени сколько? Месяц ли? Или может быть как-то меньше? Или может быть как-то больше? Знаете, какая штука? На мой взгляд, на мой взгляд, это очень важно, потому что пока не очень понятно, насколько ваши отношения вообще близки, насколько ваши отношения крепки, насколько ваши отношения, ну, я не знаю, может быть, уместно будет употребить такое слово, как адекватно. Понимаете? Вот. Потому что, если вы знаете друг друга месяц, только, а, ну, ну, всего месяц вы друг друга знаете, и у вас уже завязали соотношения, то в таком случае человеку, конечно же, требуется в некоторой степени больше времени, чтобы к вам придираться. И поскольку мужчина, он уже как бы не пожилой, может быть, да, но такой, можно сказать, довольно взрослый, то придираться ему, возможно, не так легко, как вам. Например. То есть тут вот этот момент нужно обязательно учитывать. Дальше. Мы стали встречаться, сначала никаких проблем не было, мы понимали друг друга. В полуслова все было с любовью и спокойно. Ну, вообще это называется влюбленность, когда образ желаемого партнера идеально подходит под образ, ну, под реального человека. Вот. Это на самом деле такая довольно распространенная история, вот, когда вначале все хорошо. Значит, дальше вы говорите, что в последнее время человек, значит, стал инициировать размолвки и недопонимания. Но при этом ко мне относиться, так как раньше с заботой и любовью стал критиковать, стал очень возражительным, недовольным местом своей работы и моей и своей жизнью. Здесь нужно сказать так, что кризис среднего возраста, о котором вы говорите, конечно, может быть. Может быть. Но лично я думаю, что дело здесь не в кризисе среднего возраста, а в том, что мужчина... Ну, то есть, не только, не только в кризисе среднего возраста, а в том, что мужчина посчитал, что вы его спасете от всех проблем, которые у вас есть. Которые у него есть, точнее, вот. Которые есть у него, потому что он на вас возлагал, ну, судя по всему, чрезмерные надежды. Опять же, мне так кажется, мне так видится, вот, исходя из того, что вы описываете, да. Он возлагал на вас чрезмерное количество надежд, ожидая, что вы удовлетворите их, его надежды. Вот, но, соответственно, его надежды вы удовлетворить либо не смогли, либо не захотели. Я так полагаю, что, скорее всего, не смогли. Потому что, ну, вы тоже человек, и у вас тоже есть свои какие-то, ну, желания, свои какие-то интересы, свои какие-то стремления, свои какие-то слабости, в конце концов, да, можно говорить об этом так. Вот, а мужчина, судя по всему, отказался их эти слабости воспринимать, он, скорее всего, воспринимает только себя, только свои желания. Вот, и здесь нужно сказать такую вещь, что для него, именно для него подобное, в принципе, нормально. То есть, для мужчины, для человека его возраста, его, как мне показалось, склада характера, да, это вполне себе нормальное такое поведение. Вот. Вам нужно понять, что вряд ли будет дальше лучше. То есть, если это кризис среднего возраста, даже если это кризис среднего возраста, то мужчине в любом случае требуется помощь в его преодолении, потому что, ну, там он не справится никак с этим кризисом. Я надеюсь, вы это понимаете. Вот. Либо справится, но очень долго и вынесет отсюда кучу всевозможных проблем. Вот. Другое дело, что о любви с его стороны говорить, на мой взгляд, не приходится. Потому что, если бы мужчина вас любил, ну, он бы так себя бы не вел. Вот. То есть, он не вел бы себя вот таким бы образом, как он это делает сейчас. Вот. Конечно, вы можете там со мной не соглашаться, но я вас понимаю, вот, но тем не менее. О любви, именно о любви, речь здесь, к сожалению, не идет никак. Вот. Мужчина, он в вас влюбился, но это именно, именно влюбленность такая, знаете, его странной была. А теперь эта влюбленность, судя по всему, проходит. И помимо нее остается только что, только какие-то претензии по отношению к вам, какие-то постоянные переносы своих проблем, да. Опять же, на вас, вот. То есть, как бы, что, типа, это вот вы виноваты, там, в чем-то, да, и, в общем-то, и так далее. Вот. Ну, и нужно сказать, что это не изменится. То есть, это, ну, вот так и будет происходить дальше. Тем более, что мужчина, он старше вас, и он, ну, довольно сложно, довольно сложно будет удержаться от того, чтобы неиспользовать возраст, свой возраст, его возраст. В контексте, в контексте, значит, аргумента в пользу своей правоты в конфликте. То есть, у вас конфликт, и мужчина достаточно, ну, быстро, не быстро, да, то есть, это, то есть, как бы, гадать смысла нет, да, быстро или не быстро мужчина будет использовать это в качестве, в качестве аргумента. Но, тем не менее, я думаю, что в любом случае, в любом случае, в любом случае, в любом случае, он это сможет сделать, да, то есть, для него это вопрос лишь времени. В любом случае, где бы там, что он вас критикует. Дальше, значит, мне сказалось, наверное, это кризис среднего возраста. Ага, ну, хорошо, хорошо, предположим, предположим, что это, ну, действительно, действительно кризис среднего возраста. Ага, что он будет с ним делать? То есть, его, его же нужно как-то пролечивать, его нужно скупировать, его нужно корректировать. Ого. И если ничего не делать, то он там по себе не пройдет. Плюс ко всему, и об этом страдается, так как я понял. В общем, что будет делать мужчина, скрытый с этим, ну, своей проблемой. Или он вам сказал только то, что у него кризис, а делать он особо ничего не собирает. Что-то так, что эта страда, опять же, очень плохая, потому что, ну, для вас, для вас. Ага, потому что улучшений тогда в ближайшее время ожидать не придется. Именно вот, если говорить о нем, в его контексте. Вот. И опять же, тонко связь вся в том, устраивает ли вас это или нет. Потому что, если вас это не устраивает, то, почему вы должны выслушивать его какие-то придирки, проблемы и так далее. Понимаете, да? Да, еще его очень волнует разница в возрасте. Он сильно загоняется по этому поводу, хотя иначе такого не было. Инициатором отношения было он. Ну, знаете, мне кажется, что мужчина, он немножко вообще перепутал место, кем он, ну, кем он вообще находится, кем он взаимодействует. Потому что, мне кажется, что мужчина забыл, что он со своей девушкой, ну, в отношениях-то находит, а не, знаете, там, психологом, да, или психотерапевтом. Поэтому, если у него проблемы, если он чувствует, что у него трудности, чувствует, что, ну, не справляется, то, в общем-то, правильное, самое правильное, что он может сделать, это обратиться к психологу. Вот. В связи с меня, опять же, к вам вопрос. Так, а если человек говорит вам, что у него кризис среднего возраста, да, то есть, это такое, ну, критическое состояние, да, вот. Что он делает для того, чтобы оно, это состояние, не влияло, скажем, ну, ну, например, на вас? Что он делает? Потому что, как-то, вот, понимаете, не видно, чтобы он что-то для этого делал. И если он ничего для этого не делает, значит, вряд ли не хочет. Или ожидает, что вы его будете как-то, может быть, успокаивать, там, или что-то еще в этом роде будет происходить. Понимаете? И здесь уже, здесь уже, тонкость вся в том, на самом деле, да, хотите ли вы этого или нет? Хотите ли вы быть для него, ну, скажем так, психотерапевт, психотерапевт, таким вот личным психотерапевтом? Хотите ли вы для него быть или нет? Если хотите, можете продолжать выслушивать его проблемы, если хотите, можете продолжать выслушивать его трудности и так далее. Но, я боюсь, что тогда это в дальнейшем не закончится. Просто. Это и будет так. Происходить. Дальше. И мужчина будет требовать от вас, чтобы вы к нему прислушались, прислушивались, точнее. Чтобы вы делали то, что, ну, я не знаю, то, что ему нужно, то, что он хочет и так далее. Вот. Понимаете? Какая штука. Так что, подобное поведение, я бы сказал, такое оно, знаете, не совсем мужественное, да. Его нужно протекать. Если оно вам не нравится, то вы считаете, что человек не должен себя так видеть. Вот. Дальше. Сама я чувствую, что люблю его и готова поддерживать этот кризис и поддерживать его во всем. Только, если это действительно кризис, а не огладине чувств. Здесь, конечно, покажет только время. Вот. Судя по тому, что вы описали, это похоже на охладине чувств, потому что, ну, кризис, понимаете, тот момент какой. Кризис – это явление довольно длительное. Оно не происходит так быстро, как это произошло у вас. То есть, мужчина вовлюбился, я, кстати, не понял, сколько времени вы вместе с ним, если честно. Вот. Месяц или больше, как-то вот не очень понятный, не очень понятный этот момент. Вот. Но в любом случае, в любом случае, да, я думаю, что тут дело скорее все-таки в чувства. Вот. Вот. И я думаю, что мужчина, он хочет, хочет вас удержать. Рядом с собой, мужчина хочет, чтобы вы были рядом с ним. Вот. Не хочется ему, ему, как-то вот, признавать, что, ну, например, что, у него больше нет к вам чувств. Например, мужчина этого не хочет скорее всего. Вот. Поэтому постарайтесь это иметь в виду обязательно. Вот. Ну и пока не торопитесь делать каких-то выводов, да, просто. Ну, действительно, ну, время, немножко времени, ну, для того, чтобы понять, что там, ну, что там действительно произошло. Вот. Что касается того, что вы готовы его поддерживать, ну, поддерживайте, но обязательно, чтобы вы видели, что он готов делать что-то, готов менять в себе что-то, готов делать что-то. Реально что-то делать, да. Они просто рассказывают, какой он там бедный, несчастный, как ему плохо и так далее. Вот. А, соответственно, разобраться с этим, разобраться с этим. Именно разобраться. Ага. Можно будет только лишь, если подробно все разобрать, а то подробно рассмотреть ваши отношения, подробно все увидеть. Вот. Только-только тогда можно будет разобраться. Потому что пока мне, если честно, не представляется возможным ответить на вопрос о том, что происходит с вашим мужчиной, да, то есть. что его волнует. Вот. Никак. у меня, ну, нету такой, нет такой возможности на данный момент ответить на этот вопрос, потому что слишком все, на мой взгляд, слишком все субъективно. Вот. Так что, думаю, так вот можно ответить вам на ваш вопрос. Значит, как вам быть? Во-первых, не делайте каких-либо резких движений в час и не старайтесь поступить правильно. Правильно вы не поступите никак, в любом случае, это невозможно, потому что правильного решения здесь попросту нет. Недо правильных решений в подобных ситуациях. Вот. Я бы рекомендовал вам немножечко, может быть, отдалиться от него, если мужчина будет вас критиковать. Кстати, как вы относитесь к его критике, понимаете ли вы, что это всего лишь, ну, видимо, проявление его негатива, да, то есть вам это отношение как бы не имеет, но тем не менее. Как вы относитесь к этому вещам, то есть, ну, что вы чувствуете и так далее, это важно. Вот. Почему вы выбрали себе мужчину именно вот такого, который вас старше, причем намного, да, почему вы выбрали именно его, чем обусловлен выбор? Вот. Не связано ли это с вашими семейными отношениями? Вот. И обязательно мужчине скажите, что он должен обратиться к психологу для того, чтобы ему помогли. Вот. Потому что без помощи, психологической помощи, то, что он вот говорит вам, да, все это лишено абсолютно какого-либо смысла. Именно по той причине, что мужчина будет использовать вас как обусловлен для своих проблем. И чтобы этого не было, нужно вот наметить четкий план, как вы поможете человеку, да, что вы будете делать для того, чтобы ему помочь. И, соответственно, будете смотреть, следует он плану, следует ли он плану или нет. Да? То есть если он плану не следует, то, соответственно, никаких проблем. А если он плану не следует, значит ему эта ситуация с вами удобна, выгодна и он не будет ее терять. И вот тогда уже можно говорить о том, что человек вас недостаточно сильно любит и как бы от него нужно отдаляться. Вот. На этом все, надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если сделаете его лучшим, желаю вам всего самого-самого-самого доброго и удачи! Спасибо.